МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Абакане в Георгиевском саду состоялся митинг в поддержку специальной операции на территории Украины. Участники также высадили более 150 деревьев. В Абакане стартовал ямочный ремонт. Дорожники вышли на центральные улицы. Кипит работа и у Благовещенского храма. Там асфальтируют территорию. Готовится Абакан и ко Дню Победы. Коммунальщики обновили мемориальный комплекс, а горожан приглашают присоединиться к акции «Бессмертный полк». С танцем по жизни веселее. Детский ансамбль «Танцующий светлячок» празднует первый серьезный юбилей. 10 лет. Здравствуйте! В эфире телеканал Абакан-24. Информационная программа «Сегодня». В студии с обзором событий дня Роман Кремзуков. Не переключайтесь, нам есть о чем рассказать. Начнем с главного. Сегодня в Абакане в Георгиевском саду состоялся митинг в поддержку специальной операции на территории Украины. Абаканцы пришли к памятнику солдату Великой Отечественной войны, чтобы сказать слова благодарности российским военнослужащим, которые спустя 7 десятилетий после победы вновь сражаются с нацизмом. Мы никогда не узнаем, что будет завтра, и никто из нас ничего не сможет вернуть обратно. Мы не желали случиться такой весне, Но я жил, и я буду жить в великой стране, В великой стране. Ровно два года назад в Абакане открылся Георгиевский сад. Он был создан в знак памяти и уважения к участникам Великой Отечественной войны, ценой миллионов жизней, остановившим коричневую чуму. Сегодня российские солдаты вновь преградили путь нацизму. Когда Донбасс снова оказался под огнем, на его защиту поднялись простые ребята со всех концов нашей Родины. Наша страна, наша Родина, неимоверными усилиями слово удерживает мир на краю пропасти. Сегодня мы стали единой стеной, защищая жителей Донбасса, Донецкой, Луганской области от многолетних истязаний, от геноцида. В рядах бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, есть и наши с вами земляки, наши хакасские и абаканские ребята. И мы сегодня собрались в первую очередь для того, чтобы поддержать их, поддержать все наши вооруженные силы. Я уверен, что никакая сила не сможет поставить нашу страну на колени. Никакая сила не сможет стереть нашу страну с карты мира. Потому что в единстве наша сила. Да здравствует Россия! В сердце каждого из нас с самого детства живет понятие, что такое разница между добром и злом. Живет понятие, что такое родина, отчизна, что такое справедливость. А справедливость, это когда все те, кто виновен в уничтожении памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны, должны быть наказаны. Справедливость, это когда те, кто виновен в геноциде и бомбежках мирного населения только за то, что они хотят свободно говорить на родном языке, виновные в пытках и убийствах должны получить возмездие. В сегодняшней акции мы с вами заявляем о нашей ответственности каждого за судьбу своей страны. Заявляем о нашей способности и готовности объединяться ради защиты своего Отечества, ради наших семей и ради будущего наших детей. Только сегодня, спустя почти два месяца с начала специальной операции, мы начинаем осознавать масштаб антироссийской кампании, развернувшейся на Украине. Многих это шокирует. Многие все еще не могут в это поверить. Обнажила операция и истинное отношение к нам тех, кто еще полгода назад именовал себя партнерами России. Сегодня наша страна столкнулась с беспрецедентным давлением. Но мы выстоим. Мы обязательно выстоим. Мы будем строить свою новую экономику. Мы будем продолжать развивать сельское хозяйство. Мы будем строить новое жилье, развивать рабочие места, строить мосты, дороги. Научимся или вспомним, сумеем производить то, что нам необходимо. У нас есть для этого достойный пример наши отцы, деды, прадеды. Они выстояли тогда, а мы выстоим сейчас. И у нас есть для этого достойная цель. Безопасное будущее наших детей и внуков, наших будущих поколений. Мы верим в Россию. Верим в российского солдата. Верим в российский народ. Мы обязательно победим. Победа будет за нами. Спецоперация продолжается. И, как показывают различные соцопросы, россияне уверены, что она завершится полной безоговорочной победой. Победой над несправедливостью, ложью и предательством. А сразу после митинга его участники высадили в Георгиевском саду более 150 деревьев и кустарников. С этой акции в Абакане начинается большая весенняя кампания по озеленению города. Подробнее Анзор Сабанов. Массовыми акциями по высадке деревьев в Абакане давно мало кого удивишь. Это стало нормой, что не может не радовать. Столицу Хакассии всегда отличала от больших сибирских городов обильная зелень парков и скверов. Так должно быть и впредь, уверены абаканцы, которые сегодня собрались в Георгиевском саду. Мы начинаем сезон весенней высадки деревьев. Традиционно мы будем высаживать на коре Самахвал, в Абаканской зоне отдыха. Есть у нас планы по высадке деревьев на улице Рублева, большие планы. Есть у нас планы по высадке деревьев на улице Некрасова и на улице Кирова. А если говорить в целом погоду, мы планируем высадку где-то порядка 10 тысяч деревьев. Сегодня бок о бок работают чиновники, волонтеры, бухгалтеры, водители. У многих за плечами огромный опыт, когда речь заходит о высадке саженцев. В моей жизни больше 100 тысяч, потому что мы принимали участие в посадках от организации «Посади лес», ездили в тайгу, высаживали очень много. Сегодня, насколько я знаю, в районе 150 деревьев мы высадили. В принципе, с каким чувством? С чувством гордости. Много деревьев не бывает в городе. Чем больше, тем лучше. Тем в городе выйдет краше. Более 150 деревьев и кустарников было высажено сегодня. Это березы, рябины, сосны, рябинолисник. В этой части Георгиевского сада посадки основные завершены. Дальше, по мере расширения Георгиевского сада, будут продолжены и посадки. Пройдет не так много лет, и маленькие саженцы вырастут, превратив этот участок парка культуры и отдыха в прекрасный сад. Но это, как говорится, совсем другая история. Пока пора трудиться. Всего через несколько минут все деревья занимают свое место. Это значит, весенний сезон посадок действительно открыт. Абакан возвращается к работе по оформлению своего зеленого пояса. Анзор Сабанов, Василий Конзычаков, новости. Мама морского пехотинца, абаканца Руслана Матвеева, который 6 апреля погиб на Донбассе, обратилась к горожанам со словами благодарности за поддержку в такое трудное для семьи время. Закрыть своей спиной беззащитных женщин, стариков и детей на Донбассе было для него нормальным делом. Профессией, работой, делом жизни, вовсе не героизмом. Он просто жил, следуя своим целям и принципам и торопился жить ярко и интересно. Я благодарю всех, кто пришел в это воскресенье проститься с Русланом. Друзей, одноклассников, учителей, соседей, сослуживцев, горожан. Это очень важно было для нас в этот момент. Я благодарна всем за добрые слова о моем сыне. Трудно передать боль нашей семье словами, но я твердо уверена в одном. Руслан погиб не напрасно. Моя беда, смерть Руслана, станет еще одним шагом на пути к победе над нацизмом и поможет спасти чью-то жизнь. Руслан будет жить в наших сердцах столько, сколько мы будем помнить нашего мальчика. Напомним, за свой подвиг 19-летний абаканец награжден Орденом Мужества. 17 апреля город простился с Русланом Матвеевым. К темам городского благоустройства. Зона празднования 9 мая в приоритете. Подрядчики УКХТ по ямочному ремонту вышли на улицы Абакана. Сегодня за работой дорожно-строительных бригад МЖФ и ДСУ-8 наблюдала наша съемочная группа. Это редкий случай, когда автомобильное движение по улице Ивана Ярыгина настолько неспешное. Водителям приходится вспоминать азы маневров, которые они когда-то изучали для сдачи экзамена на права и объезжать многочисленные кучки старого асфальта, раздробленного фрезой. В данном сезоне у нас поставлена задача контракт на 9 тысяч квадратных метров. Это будет ямочный ремонт благоустройства города. Начали с улицы Ирыгина, потому что в честь праздника 9 мая, что город был в центре, уже готов. В целом, зона празднования Дня Победы в Абакане охватывает улицы Щетинкина, Карла Маркса и Ирыгина, центральный отрезок Чертыгашева и, конечно, проспект Ленина, по которому шествует бессмертный полк. Проезжая часть этого условного квартала и приводится сейчас в нормативное состояние. Но фреза работает сегодня и на проспекте Дружбы народов. В этой части города подрядчик по ямочному ремонту ДСУ-8. Пока погода позволяет, дорожники стараются пройти как можно больше погонных метров, чтобы следующим этапом приступить к асфальтированию дефектов на проезжей части. Напомним, на первоочередность таких дорожно-ремонтных работ подрядчиком указал глава Абакана на одном из последних совещаний штаба по благоустройству. Елена Лобанова, Владислав Оронов, Новости. В республиканской столице завершается строительство Благовещенского храма. Бригады рабочих постепенно приступают к благоустройству прилегающей территории этого объекта. Сегодня специалисты муниципального жилищного фонда сформировали асфальтовое покрытие на подготовленном основании, а также установили бордюрный камень. Подробнее расскажем в нашем материале. Небесно-голубой снаружи и с белоснежными стенами внутри городской Благовещенский храм в этом сезоне добавит к своему тандему оттенков еще и изумрудные. Сегодня специалисты муниципального жилищного фонда завершают работы по благоустройству прилегающей территории. Ранее бригады рабочих установили здесь бордюрный камень, тем самым разграничив замельный участок и определив место для газонного покрытия яркого оттенка. На очереди темный, свойственный асфальтобетонному материалу, наносят на заготовленное основание в два слоя. Как видите, сами начали асфальтирование Благовещенского храма. Сейчас мы укладываем нижний слой, пористый асфальтобетон. Ну и сегодня же уложим верхний слой. За один день все закончено. Верхний слой 50 тонн, ну и нижний столько же. Никаких особенностей нету, все как обычно, как всегда. Для покрытия небольшой территории рабочим потребовалось около 100 тонн асфальта. Создать качественное полотно в специфичных погодных условиях, когда жаркие дни сменяются на снежные и дождливые, не так просто. Теплые дни рабочие используют с максимальной пользой и выполняют весь план производственных задач довольно оперативно. Очень символично, что в такую активную фазу работы перешли именно в это время, когда все мы в ожидании светлого пасхального воскресения. Константин Аникин, Василий Конзычаков, новости. Комплексное развитие территорий. На апрельской сессии депутаты Абакана снова вернутся к теме сноса старых бараков. На этот раз речь о деревянных домах на улицах Аскизская и Портовая. Общей сложности три площадки, на которых вскоре появится новое многоквартирное жилье. Вопрос о внесении изменений в городские правила землепользования и застройки сегодня рассмотрен на заседании Комитета по муниципальной экономической политике. И снова на повестке дня деревянные бараки. Специалисты городостроительного департамента Абакана представили на рассмотрении депутатов Горсовета очередной пакет поправок в правила землепользования. Они связаны в частности с программой комплексного развития территорий. Иными словами, это расселение и снос Ветхого городского жилфонда за счет внебюджетных инвестиций или средств застройщика. Процедура достаточно тоже продолжительная. Все это решение принимается сначала предварительный проект решения о комплексном развитии территории, согласовывается с Министерством строительства, после чего проводится общее собрание с собственниками многоквартирных жилых домов. Поэтому все жители в свою очередь примут обязательно в этом участие, будут слушать, будут принимать участие, и после чего уже будет проводиться процедура торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории. В настоящее время весь этот механизм уже отработан в отношении деревянных домов в квартале улиц Тараса Шевченко, Ленина, маршала Жукова и Советской. Все согласования и собрания проведены и в ближайшее время определится инвестор. Проект условно обозначен КРТ-4, четвертая площадка по комплексному развитию территории. Сегодня на рассмотрение депутатов Горсовета предложены еще три КРТ с номерами 5, 6 и 7. Одна из территорий это на Нижней Согре по улице Портовая 70 барак старый находится один и две территории которые следующими мы приступим это будут территории по улице Аскизская первый квартальчик это в границах улицы Котовского и Белоярская территория с многоквартирными домами которые по проезду новогодний вот этот квартальчик и второй это следующий за Белоярской до улицы Дружиния Кокурочкина квартал также с размещенными многоквартирными домами старой застройки Таким образом предстоящая апрельская сессия Горсовета даст старт очередному этапу работы по реконструкции ветхого жилфонда в Абакане Городостроители смогут приступить к процедуре согласований по дальнейшему сносу деревянных бараков К происшествиям трагедия в Абакане на выезде из города в районе дачного общества Ивушки под колесами автомобиля погибла 17-летняя девушка авария произошла сегодня около полудня в районе Ташибинского карьера как рассказали в ГИБДД республики юная жительница Абакана перебегала дорогу в неположенном месте за рулем Тойоты которая сбила девушку находилась 48-летняя женщина по факту ДТП проводится проверка как нам сообщили очевидцы пешехода высадили у кафе Ивушка родные девушка вышла из машины и сразу побежала через дорогу в этот момент на полном ходу ее сбила автоледи которая явно не ожидала увидеть человека на оживленной трассе пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до приезда скорой помощи трагический случай произошел и в Ширинском районе там в результате пожара погиб человек по сообщению МЧС в ночь на вторник в деревне Малая Сыя загорелся двухквартирный дом первыми к месту вызова прибыли добровольные пожарные села Ефремкино произошло обрушение крыши внутри огнеборцы обнаружили погибшего 60-летнего мужчину предварительная причина случившегося замыкания электропроводки обстоятельства гибели сельчанина устанавливают следственные органы в обозе пожарные спасли человека из горящего дома там из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул деревянный многоквартирный дом сильный ветер осложнял тушение пожара спасатели эвакуировали шестерых жильцов еще один человек не мог выбраться но сотрудники МЧС сумели его спасти в Хакасии сотрудники ТПС устроили погоню за пьяным водителем чтобы остановить лихача полицейским даже пришлось применить табельное оружие как рассказали в республиканской ГИБДД все произошло в поселке Копьево Рджоникизовского района инспекторы попытались остановить машину для проверки документов однако авторлюбитель только прибавил скорость началась погоня удирая от патруля водитель грубо нарушал правила а проехав в поселок он направился в сторону города Ужур Красноярского края тогда инспекторы ДПС приняли решение стрелять по колесам в итоге легковушка съехала на проселочную дорогу и вскоре водитель остановился за рулем находился 32-летний житель села Новомарьясова выяснилось что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду он лишен прав до конца 2022 года на этот раз у него также присутствовали признаки алкогольного опьянения как и у его приятелей находившихся в машине от прохождения освидетельствования водитель отказался в последнее время в Хакасии участили случаи когда инспекторы ДПС выявляют у водителей поддельные права многим кажется будто купить удостоверение гораздо проще чем отучиться в автошколе а житель Черногорска пошел еще дальше он пришел в отделение ГИБДД чтобы обменять липовые документы у которых истек срок действия мужчина спокойно занял место в живой очереди видимо в надежде что полицейские ничего не обнаружат но инспекторы заметили несоответствие шрифтов бланка и обрезки фотографии проверка по базе данных подтвердила опасения предъявленное водительское удостоверение было выдано ГИБДД республики Ингушетия в 2007 году на самом деле указанная серия документов в Ингушетии не значится материал отдела передали в отдел дознания МВД России по Черногорску в Саяно-Шушенском заповеднике орудуют браконьеры из Тывы госинспекторам поступила оперативная информация с начала апреля в ходе патрулирования южной границы были обнаружены 9 нарушителей на лошадях которые зашли на заповедную территорию с юга и таким же образом покинули ее оперативная группа Саяно-Шушенского заповедника во время патрулирования вышла на свежие следы трех подкованных лошадей двигающихся в направлении границы заповедника с Тывой госинспекторы увидели всадников однако они обратились в бегство через несколько дней были обнаружены следы еще от 4 подкованных лошадей они также покинули территорию перейдя в Тувинскую Упсунурскую котловину как рассказали в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника в основном браконьеры охотятся за мускусной железой кабарги они устанавливают петли из стального троса на звериных тропах животные попав в такую ловушку практически обречены на мучительную гибель по одним тропам ходят и кабарга и медведи и снежные барсы поэтому браконьеры представляют большую угрозу всему биоразнообразию заповедника сейчас нарушителей ищут в Хакасии пропала 44-летняя женщина полиция и волонтеры разыскивают Людмилу Александровну Евдокимову с 15 апреля она не выходила на связь с родными добровольцы просят помощи в розыске у всех неравнодушных жителей республики рост Людмилы 165-170 сантиметров темные волосы карьи глаза среднее телосложение если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей просьба сообщить в полицию по телефону 02 с начала года на территории Хакасии зарегистрировано уже больше 400 случаев кибермошенничества общий ущерб причиненный гражданам составил 55 миллионов рублей наибольшее число таких афер 214 совершено в Абакане на республиканскую столицу приходится почти половина причиненного ущерба как не стать жертвой мошенников об этом говорили сегодня с людьми пожилого возраста в благотворительном фонде Кристалл скажите кому-то из вас поступали такие звонки поступали звонки были то есть вы примерно знаете как это происходит что создается абсолютное ощущение что на той стороне действительно сотрудник банка там большой колл-центр такие встречи в благотворительном фонде Кристалл проходят регулярно с сотрудниками полиции пожарными инспекторами специалистами пенсионного фонда сегодня они также выступали перед пожилыми людьми конечно представителями банка по статистике именно люди старшего возраста чаще других попадают в ловушки мошенников эти люди они наиболее уязвимы они очень доверчиво с возрастом становятся во-первых а во-вторых они не ориентируются либо слабо ориентируются в современных гаджетах в интернете не могут найти информацию поэтому их обмануть гораздо проще чем например студента который всегда в тренде он знает что откуда берется поэтому мы стараемся в первую очередь обучать пенсионеров и школьников детально на примерах на тех данных что указано на банковских картах разбирали сегодня сотрудники банка ситуации которые могут произойти в реальной жизни присутствующие рассказывали как они вели себя когда на телефон поступали звонки сомнительного характера на мероприятии присутствовали более 20 человек безусловно востребовано потому что наши подопечные мы сейчас находимся в досуговом посредственном центре у нас поступает в год до 600 заявлений в наш досуговый центр и люди посещают не только грубо говоря такие мероприятия но здесь у нас еще проходят и можно сказать неувеселительные так скажем но у нас есть два хора это хор русский хор хакасский занятия по компьютерной грамотности шахматы вот на заднем фоне у нас идут то есть занятия по смартфонам обучение идет шахматный клуб сегодня собрал значительно меньшее число участников большинство оттачивали финансовую грамотность точнее учились методом защиты от мошенников немало вопросов у участников встречи было и к представителям регионального отделения пенсионного фонда реклама лазер мед плюс клиника пятого поколения лазерное лечение варикоза по высоким мировым стандартам в клинике лазер мед с 1 апреля проходит акция скидка на лечение всем дачникам вы приехали из Томска чтобы вылечить ваш варикоз веткина 45 мечтаете о новой квартире мы строим для вас два дома в микрорайоне арбан эти дома достойны вашего внимания свободные планировки одно-двух и трехкомнатных квартир в лучших традициях мехколонны номер 8 и МК групп звоните 28 56 15 экономьте время и деньги поверка водосчетчиков на дому без снятия всего за 400 рублей телефон тонн 212 099 проектируйте дачный водопровод с легким и понятным монтажом спрашивайте полиэтиленовые трубы и компрессионные фитинги в магазине водолей проверенное качество и простая сборка водолей реклама Абакан готовится к празднованию Дня Победы коммунальщики к 9 мая обновили мемориальный комплекс на кладбище номер 1 Специалисты ритуальной службы отреставрировали мраморные плиты на братской могиле красноармейцев умерших от ран в ВАГ-госпиталях в годы Великой Отечественной войны Камни отшлифовали восстановили краску и вернули на прежнее место Здесь 10 мраморных плит 102 имени красноармейцы и танкисты минометчики и радисты военврачи и кавалеристы уроженцы 13 союзных и автономных республик 4 краев и 28 областей участники битвы под Сталинградом и сражения на Курской дуге волей судьбы упокоены в братской могиле на первом, самом старом кладбище Абакана Естественно, победе Великой Отечественной войны плиты, которые вот здесь уложены вот у офицеров и рядовых, которые здесь погибли от ран в госпиталях города Абакана но они со временем стали такие шершавые мы пытались реставрировать краску но это как бы не дало хорошего результата в конечном итоге нашли учреждение, которое взялось это сделать сняли полностью, демонтировали плиты сделали полностью реставрацию отполировали полностью, сняли фасочки все это сделали и перекрасили все буквы буквально вчера это установили под под вашими камерами Действительно, мраморные плиты теперь как новые камню вернули природный цвет имена хорошо различимы мемориальный комплекс на кладбище номер один по праву считается в Абакане первым из созданных память о Великой Отечественной войне последний эвакогоспиталь уехал из Хакасии осенью 1944 опеку над погребениями красноармейцев умерших от ран взяли на себя горожане Изначально, если судить по старым фотографиям здесь было несколько отдельных братских могил единая насыпь над ними появилась гораздо позже в момент создания вот этого мемориала официальной датой его открытия называют 9 мая 1965 года к 20-летию Великой Победы на снимках хорошо видно, как менялся внешний вид мемориального комплекса на протяжении десятилетий материалы, архитектура и скульптуры неизменным же оставалось одно память и уважение к подвигу тех чьи имена высечены на холодном раморе плит это весной силами специалистов администрации города на кладбище номер один впервые за много лет организован субботник сегодня коммунальщики обновили плиты на братской могиле но это еще далеко не все всех своих планов городская ритуальная служба пока не раскрывает но обещает продолжить эту работу кроме того в Абакане началась подготовка к всероссийской акции бессмертный полк тысячи людей по всей стране пройдут по улицам городов районных центров и сел с портретами героев Великой Отечественной войны 9 мая шествие бессмертного полка в Абакане начнется в 12 часов от спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина горожане проследуют по проспекту Ленина до Парка Победы сопровождать колонны будет духовой оркестр присоединиться к шествию можно также на улице Вяткина недалеко от парка Орленок это тоже знаковое место в Абакане в годы войны в парке отдыхали солдаты, проходившие лечение в госпиталях 9 мая мы приглашаем жителей Абакана и гостей столицы пройти в шествие бессмертного полка заранее регистрироваться не надо для того, чтобы пройти в шествии можно подойти часам к 11, к 11.30 в спорткомплекс имени Николая Генриховича Булакина там будет осуществляться запись в полк волонтеры расскажут, куда встать для построения ну мы это называем условно коробок шествия бессмертного полка шествие стартует 12 часов от спорткомплекса имени Булакина по проспекту Ленина минуя мемориал воинской славы и до улицы Ленинского комсомола основная идея бессмертного полка это сохранение памяти героя тех лет и пронести, конечно же, его портрет это великая честь для детей, внуков, правнуков теперь уже если нет портрета, ничего страшного может быть, у кого-то не сохранились сами портреты то есть на штендеры можно наносить ну, серый контур мы это так называем с именем и годами жизни можно изготовить в фотоцентрах либо пронести просто портрет самое главное, чтобы вот эта память была в руках именно у детей, внуков, правнуков на складах и полках российских магазинов запасов электроники хватит на несколько месяцев такими данными сегодня делится издание «Известия» со ссылкой на профильный сектор более подробно о ситуации на рынке расскажем в нашем материале эксперты отмечают, что отдельные категории электроники сложно заместить альтернативными брендами за короткий срок в основном речь идет о премиальных моделях бытовой техники, смартфонах и так называемых «умных часах» общего объема запаса хватит до августа-сентября при условии, что в страну довезут партии гаджетов заказанных еще зимой, которые сегодня находятся в Европе а ритейл не накроет волна ажиотажного спроса Избежать дефицита тех же компьютеров во второй половине года удастся при поддержке параллельного импорта из Турции, Казахстана и Узбекистана поскольку способы доставки такой техники в Россию, в том числе и через третьи страны, отработают только к июню Электроника из раздела параллельного импорта мало чем будет отличаться от той, которую привозили с согласия производителя Здесь позитивным моментом может стать снижение цен Также отметим, что эксперты не так давно объясняли, что в России не ожидается дефицита с продуктами питания Однако с рядом других товаров могут возникнуть трудности, а именно перебои в поставках кофе, бытовой техники и даже туалетной бумаги Осталось только добавить, что по данным Росстата, после резкого скачка цен в марте торговые сети начали переписывать ценники в обратную сторону Ноутбуки и планшеты уже подешевели почти на четверть, а стиральные порошки на 15% Причина – падение спроса и укрепление рубля Но производители пока не готовы серьезно снижать цены Стоимость сырья, упаковки, логистики продолжает расти Порядка 20 конфликтных ситуаций было разрешено в уходящем учебном году с помощью службы примирения в Абаканской школе номер 29 Такие службы существуют во всех городских образовательных учреждениях И их цель – решать спорные ситуации не только силами кураторов, психологов, но и самих учеников Старшие дают советы младшим и в итоге воцаряется мир Служба примирения в Абаканской школе номер 29 существует три года Столько же, сколько и само образовательное учреждение На сегодняшний день здесь 1066 учеников И, конечно, к конфликту случаются Притом вовлечены в них бывают и дети, и взрослые На помощь приходит служба примирения Я вижу в школьной службе примирения более такую стратегическую, смысловую, что ли, цель По моему мнению, вот наша служба уже существует в школе третий год Мне кажется, что это как-то влияет вообще, в принципе, на всех школьниках Мы информируем постоянно о том, что служба есть А то это влияет на развитие культуры общения и культуры разрешения конфликтов в принципе Как раз сегодня, после уроков, старшеклассники разбирают учебную конфликтную ситуацию с девочками из 6 класса Очень важно, чтобы ученики не боялись говорить о своих проблемах старшим товарищам или педагогам Для этого дети должны быть уверены, что им помогут тогда, когда произойдет реальный конфликт Девочки, была какая-то реальная конфликтная ситуация, когда служба примирения пришла вам на помощь? Да, конечно В чем она заключала? Заключала в том, что у меня были нехорошие общения с одноклассниками И я была как изгоем, считай Мы не очень хорошо общались со всеми А твоя роль в этом какая была? Моя роль была в этой ситуации то, что я пыталась ее решить То есть я подговорила службу примирения И из-за этого я помогла решить эту ситуацию То есть обязательно должен быть кто-то среди одноклассников, кто обратит внимание на эту проблему? Я считаю, что класс должен быть дружным, помогать друг другу, поддерживать Поэтому я решила за это дело По статистике именно в среднем звене разногласий между учащимися несколько больше Наиболее спокойная обстановка, по крайней мере в этой школе, в 10-х и 11-х классах Участие в школьной службе примирения эти ребята уже рассматривают как положительный опыт, который пригодится им в будущем Это полезно мне тем, что в дальнейшем я хочу стать тренером-преподавателем И брать на себя маленьких детей Соответственно, у них тоже будут конфликты И тем самым я научусь, как правильно будет разрешать Я хочу связать свое будущее с психологией Но уже не с детской, а более взрослой, семейной С начала года с помощью службы примирения в 29-й школе было разрешено как минимум 10 спорных ситуаций А за весь текущий учебный год порядка 20 Если говорить в целом, то работа этих служб помогает профилактировать такие негативные явления, как буллинг и травля учащихся Конечный результат направлен на создание доброжелательной атмосферы во всем учебном заведении С танцем по жизни веселее Таков девиз ансамбля «Танцующий светлячок» У коллектива первый серьезный юбилей – 10 лет И наша съемочная группа побывала на одном из занятий Которые, кстати, всегда тематические Сегодня это море Дети на время урока превратились в пиратов и отправились в путешествия Мы хотим сейчас поздравить всех, кто любит танцевать Много радости и счастья может танец принести Обойдут вас все ненастия, праздник танца впереди 10 лет назад в детском саду «Светлячок» начал работать педагог дополнительного образования И тогда было принято решение вместе с родителями освоить и разработать программу «Танцующий светлячок» для детей 4-7 лет Куда входит знакомство дошколя с хореографическим танцевальным искусством, традициями народов, польских, хакасских, русских и многих других Также педагоги выделяют большое желание детей заниматься именно танцами Мы создали специальную методику, она наша рабочая методика, из нашего опыта работы И распространялись в виде педагогов дополнительного образования через мастер-классы, через показательные смотры Не только города, но и республики Мы разработали республиканский конкурс Палатили называется «Храни родное слово» Чем мы необычным Разрабатывали комплекс танцев, движений Согласно хакарского творчества Хакарского танцевального народного творчества Занятия для каждого возраста проходят в своем режиме и темпе Выбраны темы и удобное время Главная цель хореографии – привить дошкольнику свободную координацию Научить владеть телом и выполнять связки движений под музыку Вот и сейчас ребята подтягиваются, тянут носочки, приседают и танцуют Вы были рады, что вы делали? Мы сокровища искали Мы любим медали получать Да, медали, всякие наклейки Когда у нас был День солдатов, нам еще медали дали Да, момент по оширению очень важен для дошколят У них есть даже вот такие дневники, где педагоги ставят оценки В виде забавных наклеек и звездочек Что мотивирует детей на новые достижения и победы А этот торт испекли благодарные родители в день рождения танцующего светлячка За плечами коллектива множество выступлений в ярких костюмах Есть выпускники, которые связали свою жизнь с танцами Танец – это энергия, которая успокоит нервы, укрепит волю А также приведет чувство и интеллект в состояние гармонии с телом У дошколят из садика «Светлячок» это отлично получается Екатерина Шахаева, Артем Имзараков, Новости Фестиваль бега «Быстрее ветра» получил статус всероссийских соревнований Отличной новостью для легкоатлетов поделились в городской мэрии Фестиваль, посвященный памяти Николая Генриховича Булакина Включен в единый календарный план спортивных мероприятий на 2022 год Напомним, фестиваль бега «Быстрее ветра» впервые прошел в Абакане в прошлом году По инициативе активных спортсменов-общественников Идея нашла полную поддержку в администрации города В Федерации легкой атлетики, в Минспортах Акассии и у меценатов В этом году забег поддержали на федеральном уровне 22 мая более полутора тысяч горожан будут состязаться на пяти беговых дистанциях 500 метров, 1, 3, 10 и 21 километр Возраст спортсменов не важен Попробовать свои силы смогут даже самые юные любители бега Дистанция 500 метров рассчитана как раз на участников от 3 до 5 лет Все подробности можно узнать на сайте runabacan.ru Надоело жить на одной картошке? Не живи! Так называется статья Алексея Кириченко Которая открывается свежий номер газеты «Абакан» Журналист рассуждает о том, на что может хватить современной пенсии И кто должен помогать пожилому человеку Подробности на страницах издания Кроме того, ежедневник знакомит своих читателей с самой актуальной на сегодня информацией О происходящем в нашем городе, республике и стране Детский сад «Елочка» открыл новый корпус В столице Хакасии появится аллея дружбы Каких предпринимателей поддержит городской бюджет? Ответы на вопросы, оставшиеся рамками прямого эфира с главой Абакана Все это читайте в свежем номере газеты О вечном и бренном В интервью с директором муниципальной ритуальной службы Внутренний туризм Кому сегодня интересна Хакасия? Светлая Пасха Праздник по церковным канонам и народным традициям Большие танцы в Абакане Кто победил на Кубке Мэра? Первые огнеборцы Абакана отмечают юбилей Вот тема публикации еженедельника сегодня Кроме того, здесь же о премьере в русской драме Спортивная рубрика Расписание дачных автобусов Полезные советы на разные случаи жизни Сканворд И более 30 страниц самой актуальной информации На этом пока все Сразу после выпуска новостей не пропустите наш новый телепроект, сделанный в Абакане Он посвящен местным производителям товаров Именно им предстоит предложить нашему потребителю продукцию, которая заменит импортную Пилотный выпуск программы познакомит зрителей с деятельностью мясоконсервного комбината Абаканские Ну а еще больше новостей на нашем сайте Абакан24.ру Ищите нас в кабельных сетях Хорион Телеком, Телецентр СКАД и Ростелеком Также я напомню Все материалы наших корреспондентов Прямые эфиры, авторские программы Вы всегда можете найти на видеохостинге Рутуб До свидания Всего вам самого наилучшего Субтитры создавал DimaTorzok